следующего участника зовут навик ему 35 лет работает мошен дизайнером студии гудини занялся три недели назад и он прислал вот такой аниматик давайте посмотрим ну на мой взгляд все прикольно то есть там снег летает дождик и все это понятно что аниматик у нас ничего нет рендерина и после рендера это может быть вообще замечательный шот давайте посмотрим соответственно что у нас в проекте как выглядит опять-таки обращаю внимание на организацию сцены да ну вы раскидываете вас гигантский рабочий стол вон смотрите сколько места можно вот камеры там со светом вправо геометрию влево еще что-нибудь ну то есть пользуйтесь этим это на самом деле очень удобно особенно когда вы отсылаете проект кому-то кому нужно в этом разобраться но постарайтесь ну давайте начнем сначала и так ground просто grid лежит подставка так что у нас вот эти хороший способ моделирования подставочки у нас есть начальная кривая после этого с помощью ноды revolve да мы ее закручиваем и получаем вот такую сложную подставку замечательный способ всем рекомендую так дальше что у нас тут добавляются какие-то это же дополнительные но я так понимаю это просто это же для того чтобы поддержать перед с обдивайдом правильно и с обдив да все абсолютно верно да то есть поскольку у нас ставится с обдив если мы например вот эти вот поле сплиты отсюда убрали и подключили напрямую то у нас получается сглаженная сильно поверхность да а если нам необходимо поддержать какие-то жесткие грани то мы соответственно делаем там двойное ребро в этом месте чтобы они были рядом друг с другом ребра соответственно поле сплитами мы этого добились да и получили другую форму такой которая необходимо было автору вот ну отлично шар так что у нас тут сложно что-то так у нас есть наружная сфера и внутренняя сфера и буллин да зачем-то для толщины да я так понимаю на мой взгляд проще было поле экструдом это сделать то есть поле экструдом просто выдавить внешнюю сферу и дать ей толщину то же самое было бы ну как бы это работает тоже всегда есть куча способов как сделать так а здесь у нас что так еще одна сфера так это что у нас отрезали верхнюю часть поле и не отрезали нижнюю а мне кажется сложновато я так понимаю что это типа земля до который внутри этого шара находится но сложновато и геометрия получается но ужасная честно говоря а вот здесь как раз можно было использовать буллин просто поместить грид какой-нибудь дань в нужном в нужную точку опустите его туда куда нужно и после этого сделать буллин опа так обязательно ставим во второй во втором ходе сёрфейс вот у нас соответственно получается на выходе интерсект и игрит соответственно можно сделать там два на два вот пожалуйста та же самая история но зато у нас нормальный круг и опять-таки мы с помощью высоты этого гряда можем сразу менять где мы это делаем а вот здесь мы выделяем как бы нужную нам диапазон с помощью blast опять-таки это не очень процедурно если мы захотим поменять там количество этих самых полигонов здесь да то у нас соответственно все поползет и будет некрасиво то есть мне кажется здесь лучше было сделать именно так так шар готов хаус что у нас тут есть у нас есть боксики которые более нам вырезаются из большого бокса и крыша но в принципе все просто все понятно снег так 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 что то у нас есть сфера есть она же нас превращается в соответственно волюметрик и подается на вход поп-нетворка давайте посмотрим так 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 вот это понятно вот это не непонятно constant activation 0 либо 1 да то есть это как бы мы используем вот это вот число или не используем оно равно нулю поэтому из данном случае ошибки нету но как бы проще сюда записать 0 да то есть activation параметра activation везде это либо 0 либо 1 то есть мы используем что-то либо не используем что-то в данном случае вот здесь у нас стоит выражение да что у нас в первом фрейме у нас есть activation да то есть мы используем вот этот вот импульс каунт а во втором фрейме уже его не будет вот как бы так работает так дальше life expectancy скатер понятно небольшая начальная скорость потом поп-форс с небольшим найзом и поп-групп не совсем понятно зачем так статик обжект то есть это мы видим принимаем 2 2 входа то есть чтобы у нас они отталкивались от нашего шара давайте посмотрим как выглядят наши точки здесь я выключу геометрию она не отталкивается да вроде нормально ну а вот здесь может быть имеет смысл коллижен серф из коллижен используется ой-ой-ой мне кажется здесь надо было использовать если уж хочется таким образом делать волю коллижен значит и при этом выбрать инверт сайн да в таком случае у нас он будет работать как бы изнутри давайте проверим да ну просто сорв из коллижен он очень медленный а в случае шара он совершенно не нужен здесь как бы так вот ведь то есть когда я поставил инверт сайн они у меня находятся внутри они отскакивают от внутренних стенок вот такая история ага вот зачем была была эта группа то есть смотрите когда у нас в доп.нетворке есть несколько объектов они все по умолчанию вытаскиваются наружу а в данном случае у нас вытаскивается и шар который является статичным объектом и поп-обжект и в данном случае автор как бы удалил все что не является снегом то есть не является частицами но как бы это не совсем правильно проще вот сразу здесь поп-нетворке выбрать в качестве объекта который мы вытаскиваем не звездочку а поп-обжект ну и звездочка до чтобы все объекты которые начинаются вот с этого они сюда вытягивать вытягивались и все теперь у нас здесь на на верхнем уровне остались одни частички идем дальше дальше мы на них копируем соответственно что копируем на них вот такой крестик так пойдем дальше дальше нас идет рейн ух так бокс это источник частиц сюда у нас типа облако наше я так понял дальше у нас значит на земля так и еще у нас есть хаос известна от нас будет видимо коллизиями идем сюда так облако понятно добавляем гравитацию через форс обдрак так из какого у нас фрейма идет старт фрейм 1 вот здесь я бы рекомендовала вот эту штуку еще вынести в старт фрейм симуляции да потому что по сути у нас будет до 80 кадр будет идти по симуляции причем симулируя просто без частиц то есть вот в этом стартом фрейме можем поставить 80 таком случае нас вся симуляция начнется вообще с 80 фрейма так ну а давайте посмотрим гравити 90 80 вот не попадали так дальше у нас collision detect дальше мы частички назначаем на убийство зато им по припликейт ну то есть видимо это сплэши и все остальное смотрите в по припликейте есть волшебная галка которую так называется kill original particle то есть принципе нам не обязательно отдельно убивать эти части эти частички просто лишняя нода как бы если мы прям в по припликейте эти галки включим то у нас то же самое и получится так дальше по force вообще здесь я бы по-другому делал вот эти вот ветки они немножко путают на мой взгляд то есть нам достаточно сделать вот эти вот группы исходные создавать уже новые точки мы можем спокойно вот как бы вот так вот так вот вообще какая-то видимо оторванная ветка какой-то эксперимент сейчас то есть мы смотрите ставим вот так прямо в по припликейт нам совершенно не обязательно втыкать как бы общий поток если у нас в нем так вот сделаем то есть все коллижен детекта мы оставляем в одной ветке попки убираем по припликает опять таки мы здесь выбираем kill поскольку у нас здесь есть группа у нас создастся отдельный стрим до со всем этим вот этой группы тоже здесь не нужны потому что нас так создался отдельный стрим внутри по припликейта так что эти группы в принципе здесь не нужны ну допустим ну просто у нас два две одинаковых ноды с гравитацией для как бы всего этого тоже не обязательно очень было делать можно было поставить одну моду комитет сюда вот например так дальше мы раскрашиваем и еще коллижен детект для конкретно этой группы ну то есть вот так да я очень рекомендую почитать что такое стримы и как они работают но просто потому что иногда это сильно выручает и помогает сэкономить много нот лишних то есть видите в принципе симуляция не изменилась совершенно да но я ее достаточно сильно упростил то есть я убрал все лишние связи которые не информативно совершенно в данном случае были вот этот обиджей сплэш смотрите я убираю и вместо него в группе я просто выбираю стрим сплэш 02 да то есть который вот здесь установился все тоже самая история здесь здесь я убираю стрим сплэш 01 вот это можно убрать это можно убрать и такую же историю здесь надо стрима по большому счету в это как группы но они просто создаются автоматически они достаточно удобные в этом плане сплэш 01 вот и как бы все это будет работать абсолютно также то есть я прям сэкономил целую кучу нот стало все симпатичнее и понятнее да то есть вот в каждый из этих нот у нас начинается свой стрим новый который соответственно отрабатывается отдельно и нам соединять что-то сюда присоединять совершенно необязательно опять та же самая история да мы удаляем зачем-то вот эти вот группы все что нам нужно было сделать это просто здесь выбрать соответственно pop object можно просто поп звездочка и все что начинается с этого слова у нас сюда пойдет так и соответственно мы на них копируем там какие-то шарики камера летает по кривой у нас да как она там летает интересно так приближаются так ну вот тоже принципе на неплохой способ анимации да то есть если необходимо анимировать камеру то в общем правильный способ мы здесь просто выбираем enable constraints известно выбираем здесь констрейнты типа follow pass лук от да и в таком случае у нас будет камера ехать по кривой и будет смотреть в определенную сторону который у нас этот constraint сделан и эти все констрейнты у нас можно выключить если что включить они находятся вот здесь вот внутри вот здесь вот внутри все это создалось по умолчанию и мы можем вот здесь переанимировать вот эту историю на по умолчанию стоит там полностью значит весь участок да весь участок который нас стоит вот здесь вот там от 1 до 240 фрейм она будет лететь от начала до конца мы можем здесь поставить ключевую анимацию это почему тоже будет работать вот чудеса чок нетворка ну вот такой проект еще раз поздравляю автора с ником на век что он создал такой проект с нуля мне очень понравилось надеюсь этот разбор был полезен и давайте двигаться дальше у следующего нашего участника ник звучит как пашцевич пашевич я очень извиняюсь если я неправильно произношу но в любом случае вы видите его на экране очень интересная информация о себе живу в казахстане 41 год работаю на шахте подземный проходчик на глубине около пятьсот шестидесяти метров гудини изучаю около трех месяцев до этого макс это хобби то есть сами понимаете да это очень круто человек с такой интересной профессии занимается гудини в качестве хобби мне кажется это очень здорово и всячески желаю удачи и всех благ и давайте посмотрим здесь прям есть несколько видео давайте посмотрим их по порядку на вот такая вот у нас вот есть электричество водичка плескается внутри дальше следующая другая форма значит вот этих вот молний бьет дальше что у нас еще есть мне что-то эти нравится побольше наверное даже они какие-то более похожи на прям электричество настоящий они меняют свой цвет как ты симпатично еще вот такая вот отдельная штука с вулканом ну прям круто тут и облако бежит и извержение идет и в вода плескается но здорово давайте посмотрим на уровне проекта как это выглядит во первых в проекте у нас есть осет которого у меня нету да то есть автор не прислал осет это большой минус вот осет называется паша электрофан соответственно у меня он откроется в качестве пустой нода я рекомендую посмотреть мой последний урок точнее серия уроков про работу с осетами этом проект подробно рассказываю что нужно сделать чтобы такой ошибки не было то есть проще говоря я не смогу увидеть вот все это электричество потому что мне этот осет не прислали вот здесь хороший пример прямо организации проекта на это приятно смотреть да у нас здесь есть и стикеры где все пока подсказывается что где лежит у нас все лежит по нет боксом каждый подписан каждый своего цвета в общем просто приятно работать возьмите на заметку это такая важная штука так давайте будем разбираться по порядку что у нас тут есть ground я думаю это просто grid обычный grid на который лежит UV texture ну соответственно понятно с материалом ну понятно просто RS материал обычно и текстура из него так пойдем дальше ball ну вот понятно у нас есть простая сфера у нее мы вырезаем низ опять-таки да рекомендую все-таки переходить на процедурный подход не вот так вот указывать а допустим там отрезать буллионом да поставить какой-то там боксик вниз на нужную высоту его опустить и отрезать просто с помощью буллиона таком случае даже если мы захотим что-то поменять если мы захотим поменять количество полигонов разрешение нашего шара у нас ничего не поплывет очень рекомендую так дальше что мы тут начинаем поле экструдить все это дело так делаем waterbase ну в общем плюс-минус все понятно да здесь у нас что на выходе это соответственно для камней для скал и здесь пошло уже моделирование самого этого ну вот в принципе вот это вот историю да я бы рекомендовал схлопывать то есть она обычно с ней неудобно работать да ее редко приходится прям сильно менять поэтому я бы там рекомендовал выбрать нужное количество но схлопнуть в одно вот и все и так гораздо удобнее то есть все что связано с редактированием да те ноды которые поставились там при работе во вьюпорте например я бы рекомендовал их вот так вот схлопать в subnet да можно там назвать как то там все это красиво и соответственно если что всегда можно вернуться но это уже не мозолит глаза так ну и понятно здесь на выходе у нас вот такая красивая история ну что ж хорошо пойдем дальше так рок интересно здесь такая вот на скала классно на мой взгляд так давайте разберемся вот мы берем это рок-бейс делаем ремеш нет на group paint и так мы просто нарисовали значит в центре да группу необходимую ну в принципе можно так сделать но на мой взгляд по сути у нас в эту группу начинают входить поинты которые находятся не на вот этой окружности да опять таки проблема нод которые связаны с рисованием они связаны с тем что они как бы не процедурные то есть у нас изменится начальная геометрия все поплывет соответственно мы могли положить такую штуку которая называется group здесь выбрать include by edges и выбрать unshared edges и здесь соответственно точки и сюда у нас в эту группу попадут все точки которые лежат снаружи да то есть те которые лежат на краю и теперь мы соответственно можем исключить эту группу из-за там ноду например вот здесь у нас идет там группа 1 я сейчас назову здесь напишу сам восклицательный знак групп 1 то есть у нас выдавится все эти точки которые не входят в ноду группа 1 история очень похожа да но здесь мы можем опять таки исключить из ноды из-за исключить из группы отдельные точки если это нам необходимо но в общем когда так как просто как вариант как это можно сделать дальше мы соответственно делаем гору выгибаем что-то эти там у нас здесь происходит заливаем объем и создаем vdb так vdb очень большой разрешение прям очень большой вокселей я вот честно не уверен что такое нужно при такой горе хотя это конечно наверное автору виднее ну может быть в принципе это не так важно да потому что после конверта можно всегда закешировать на диск так что ладно так делаем конверт соответственно давайте вернем как было так текстурируем в режиме фейс я вот не очень уверен что это красиво но такое честно говоря на мой взгляд вот это лучше текстурировать как-то по-другому либо вообще не текстурировать использовать 3 planar projection да потому что здесь очень сложная такая поверхность и либо здесь нужно как-то делать все-таки швы для текстур но вот фейс как-то выглядит ну на мой взгляд не очень давайте посмотрим так у нас есть rs-rock где у нас текстура вот эта проблема вот этих всех мат-контекстов да работа из мат-контекста в том что у нас мы не можем просто отсюда прямо напрямую передать текстуру во viewport да для этого нам нужно сделать вот такую историю то есть если мы хотим посмотреть текстуру мы должны схлопнуть в subnetwork значит потом на этот subnetwork перенести параметр вот так вот и после этого уже этот параметр пойти built-in text выбрать там diffuse и выбрать texture вот эту вот штуку и только после этого и соответственно вот этот материал нам нужно положить то есть мы его назовем там rock допустим и в таком случае если я сейчас пойду вернусь в rock сюда и выберу материал не с этого уровня а вот этот то у меня эта текстура соответственно положится на объект у меня текстура то есть вообще а у меня такой текстуры нету понятно вот опять таки да вы положили все текстуры в одну папку но при этом вы не поменяли пути пути у нас сейчас абсолютные на вашем диске значит необходимо было пойти вот сюда вот и перевыбрать текстуру из хипа вот так вот да в таком случае это начинает работать и вот теперь у меня текстура начинает отображаться в viewport и здесь уже видно можно посмотреть насколько нормально это выглядит но в принципе с камнем такая развертка более-менее прокатывает да здесь получаются вот такие как бы треугольники да в принципе это можно как бы снести на какую-то такую природную интересную штуку но я бы делал по-другому то есть лучше делать не UV развертку либо UV развертку делать по-другому как вариант сейчас секундочку например можно было положить даже UV unwrap иногда он как бы хорошо работает вот сейчас иногда плохо ага ну вот так можно я spacing уменьшил вот у меня уже здесь пошли какие-то эти штуки да то есть сейчас у нас текстура уже выглядит чуть-чуть получше если я положу вот вот так вот и соответственно я могу добавить сюда UV transform а UV transform и начать там ее скейлить вот ну в общем как 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 вариант но я бы предложил еще очень по-другому мне не очень нравится вот режим фейс который здесь был выбран так ну и аутрок понятно так пойдем дальше cloud from cloud а ну понятно у нас есть cloud source cloud noise и он наверное какое-то все это дело анимируется ну в общем понятно да это вот та самая история перед вулканом которая возникает так не смог обрезать под шар поэтому перестал использовать аэро импорт это видимо для нашего вулкана сделано сейчас секундочку так вот у нас учет начинается так ну давайте разберемся в чем случилось creation frame 30 так new size resize container out density вот здесь так нельзя делать activation это вообще либо 0 либо единица я про это говорил то здесь нам нужно ставить не вот эту штуку не 30 а сюда нужно ставить сам собака f больше чем вот это да в таком случае у нас это сработает sourcing да что у нас source появится на 30 фрейме а так он у нас как бы получается работает на всех фреймах вообще да потому что он больше нуля и считается как единица если уж на надо было делать именно такую штуку так давайте посмотрим что у нас здесь вообще вулкан так вулкан так это там что-то remarяна что llegar над возможно да возможно что-то здесь поменял да поэтому сейчас у меня сюда другая штука выливается и вот как раз проблема непроцедурного подхода как только что-то меняю меня это меняется вот это да поэтому сейчас придется мне это все это искать выбирать и делать что-то типа вот этого да Наверное, вот это была штуковина. Да, давайте я сейчас поставлю сюда какую-нибудь сферу просто, посмотреть, как это выглядит, да, потому что я сейчас, ну, честно, не очень хочу подбирать все эти значения для того, чтобы вернуть, как было. Так, сделаю маленькую. Ну, допустим, это у нас будет, типа, источник. Все, для вулкана. Так, возвращаемся, значит, к нашей вот этой истории. У нас есть вот этот так, createDensity. Стандартная вещь. Surface Scatter, хорошо. Здесь можно было, кстати, сделать Volume Scatter даже, возможно. Ну, и срастираясь. Ну, в общем, классика жанра. Я так понимаю, что это просто с полки было взято. И давайте посмотрим на симуляцию. Опять же, здесь у нас симуляция начинается с какого-то позднего кадра, но при этом она пустая стоит. И здесь я рекомендую в таком случае, ну, просто на PyroSim, да, все-таки выбрать стартовый фрейм другой. Да, то есть, ну, зачем так делать? Потому что он проходит как бы все равно в режиме симуляции, просто у нас как бы еще ничего нету в объекте. Это странно. Так. И потом чпок схлопывается. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь происходит. Растираясь, находится наверху. Понятно. Давайте здесь вернем единичку. Да, потому что, смотрите, потому что я вот этот activation убрал изначально, да, все-таки, что, ну, как бы сделал правильное выражение. У меня он после resize container склопнулся до нуля координат. И поскольку там в нуле координат у нас как бы не находится сорса в результате, то как бы ничего не работает. Поэтому здесь тогда этот сорс делаем уже постоянно активным, да, в таком случае здесь не начинаем с этим какие-то игрища. Ну вот, у нас что-то пошло. В принципе, все плюс-минус понятно. В принципе, да, это все главное работает, но вместо этого можно было какие-то микросолверы все-таки подключать, да, потому что то, что здесь по умолчанию стоит в пары солвер, это не очень удобно работает все. Так, хорошо. Gravity, static, солвер. У нас там что туда стоит? А, наш шарик, да? А у шарика у нас, по-моему, была толщина, поэтому он типа должен сработать. Ай, я бы здесь рекомендовал... Вот у нас шарик, ага. Не, он как-то плохо работает. То есть начнем с того, что его в данном случае в мерч надо втыкать в левый вход. В таком случае он будет отрабатывать как коллайдер. А во-вторых, нам нужно все-таки сделать коллежинг какой-то нормальный. Сейчас если мы увидим, если мы внимательно посмотрим, у нас нет коллизии как таковой, да, вот у нас стоит, значит, volume. Выберем volume collisions. Я включу collision guide. Его нету. Значит, видимо, что-то не так у нас. Давайте мы вернемся сюда. Значит, outball это у нас называется. Как же это у нас выглядит? У нас есть какая-то здесь толщина. В общем, я не рекомендую так делать. Я рекомендую взять вот эту вот исходную сферу, допустим, outmodel electro. Пусть это будет так называться. Сейчас мы ее включим сюда все-таки, outmodel electro. Вот, теперь она появилась. И здесь мы выберем invert sign. Да, в таком случае он у нас будет как бы изнутри работать. А сейчас у нас была просто слишком сложная геометрия, тонкая, с тонкой толщиной, и для которой у нас просто не хватало uniform divisions, поэтому она не отрабатывалась совершенно. Кстати, solver можно, кстати, убрать. В данном случае он очень редко когда нужен. Хорошо, и, соответственно, теперь у нас симуляция должна отработать свое. Она должна, наш дым столкнется все-таки с внешней границей. Вот где-то сейчас мы это должны увидеть. Вот видите, он ложится на границу и по ней стелется. Вот, то есть, ну это, в общем, такие азы, и здесь было сделано неправильно. То есть у нас коллайдер просто не отрабатывал совершенно. Вот, то есть я что сделал? Я взял исходную сферу, именно на нее, ее я использую как коллайдер. Я включил, значит, invert sign, да, и volume collisions, да, в таком случае она как бы нормально отрабатывает, без проблем. Так, ну у нас еще есть симуляция воды. И, наверное, сейчас я не буду ее комментировать, да, потому что я небольшой специалист по водным симуляциям. Ну, я, в принципе, вижу, да, здесь flip solver. Единственное, что рекомендую проверить, нет ли проблем у нас с коллайдерами опять, как в том варианте. Вот, и сейчас просто не буду ждать, это все очень долго. Но вообще, мне кажется, сцена сама по себе отличная, да, конечно, с какими-то ошибками. Это вообще нормально для новичков, особенно в Гудине. В Гудине пакет такой сложный, и не все сразу понятно. Крайне рекомендую продолжать работать в этом направлении. Мне кажется, это очень интересно, даже в качестве хобби делать такие сложные, классные сцены. Мне кажется, это здорово. Поэтому, конечно, желаю удачи. Продолжение следует...